Мы хотим, чтобы жители нашего города знали, куда мы направляем благотворительные средства, что будет делать, когда, сроки. И сегодня не мы будем об этом говорить, а те, кто их получит. В этом году в рамках благотворительной программы «Чистая энергия» Саратовская ГЭС планирует выделить почти 4 миллиона рублей. Их получат общественные фонды и муниципальные предприятия. Сертификаты в ходе презентации спонсорской программы были выданы на реализацию 11 социально значимых проектов. С некоторыми организациями Саратовскую ГЭС связывает уже многолетняя дружба. Например, руководство перинатального центра знает, что всегда может рассчитывать на помощь гидроэнергетиков. В этом году в рамках благотворительного проекта «Рождённые энергии» будет приобретён автоматический гематологический анализатор для диагностики и обследования мамочек и малышей. Обследуя ребёнка, мы понимаем, что это кровь, в которой необходимо взять кровь, и мы все знаем, мы так раз сдавали кровь, знаем, что это кровь, берётся в шприц, её очень много, то данный анализатор позволяет нам взять одну каплю крови у новорожденного и через минуту иметь показатели, более 20 показателей этих исследований. И за час это 60 новорожденных с одной каплей крови. Ещё одно медицинское учреждение – Балаковский медколледж – получит средства на обустройство уникального музея сестёр милосердия, в котором будут представлены уникальные экспонаты и материалы о судьбах медицинских сестёр в различные годы. Музей будет открыт в новом здании, которое уже в этом году перейдёт в ведение колледжа. Мы сможем закупить специализированное оборудование, ростовые манекены, пошить одежду, подготовить всё для экспонатов и таблички в том числе, оформить лицевую сторону музея. То есть это будет красота, надеюсь, неимоверная. У нас материала собрано очень много. Он собирался годами, всё это копилось, и сейчас у нас есть прекрасная возможность всё это оформить в музей. Традиционно Саратовская ГЭС оказывает поддержку местному отделению и общества инвалидов. И в этом году вновь в рамках акции по оказанию адресной помощи семьям с особенными детьми будет закуплена электробытовая техника по заявкам родителей. Кроме этого, ежегодно предприятие поддерживает и балаковских пловцов, и спортивные школы по водным видам спорта. Им финансовая помощь необходима для того, чтобы команда могла выехать на соревнования в полном составе. Всероссийские соревнования и далее международные первенства мира и Европы мы ездим благодаря финансовой поддержке Росгидро. Второй год подряд в Балакове будет реализовываться проект «Безопасный переход». В прошлом году на средства гидроэнергетиков установили светодиодные светильники с повышенным световым потоком на 98 тёмных пешеходных переходах. Благодаря поддержке Саратовской ГЭС, компании Росгидро, уже более 50% пешеходных переходов совместно с Саратовской ГЭС и администрацией Балаковского муниципального района будут приведены к нормативным показателям по светоосвещенности. Позаботились гидроэнергетики и о братьях наших меньших. Уже много лет они поддерживают хвалынское вольерное хозяйство «Теремок», где содержатся дикие животные, попавшие в беду. На средства Саратовской ГЭС приобретаются корма и лекарства для спасённых зверей и птиц. Кроме этого, в 2019 году в Хвалынском национальном заповеднике появится ещё одна уникальная экотропа, по которой можно будет отправиться в путешествие по дну Древнего моря. Это будет очень уникальная тропа, потому что Хвалынский район – это бывшее дно Хвалынского моря. И поэтому там очень интересна геология, очень интересна растительность, потому что там много очень эндемиков. Мы, конечно, очень благодарны «Росгидро» за ту неоценимую помощь, которую они нам оказывают в плане сохранения и природы, и проведения эколог-просветительских работ среди населения. Необычный проект в рамках празднования 15-летия «Росгидро» будет реализован в этом году. Он станет настоящим подарком для всех балаковцев. В преддверии нашего юбилейного года было принято решение профинансировать такой проект «Самая яркая ёлка». Сделаем нашу центральную ёлку в городе Балаково тоже красивой, современной. А то очень много было в соцсетях отзывов о том, что она устарела, некрасивая. Может быть, кто-то ещё поможет городу, и сделаем наши ёлки очень красивой. В минувшем году «Саратовская ГЭС» помогла обустроить компьютерный класс в 15-й школе. В этом году оснастят кабинет информатики в СОЖ номер 2. Итак, актуальность реализации нашего проекта состоит в том, что создание информационного пространства образовательного учреждения невозможно без современного компьютерного оборудования, отвечающего всем требованиям. Благотворительная программа «Саратовская ГЭС» в этом году очень разнопланова. Её охвачены практически все направления деятельности – образование, здравоохранение, культура, спорт, экология и другие. «Саратовская ГЭС» системно проводит работу на протяжении уже нескольких лет по оказанию благотворительной и спонсорской помощи. Сегодня были выданы сертификаты, как было сказано, на 4 миллиона рублей. Мы видим, что к нам потом приезжают перенимать опыт, поскольку выбираются именно те вопросы, решение которых даёт максимальный эффект». Кроме перечисленных проектов, гидроэнергетики направят средства ещё и на приобретение мультимедийного оборудования для библиотеки и на восстановление тротуаров в так называемом парке ГЭС.